Всем привет! Меня зовут Михаил Некрасов, я фотограф-любитель. Сегодня я расскажу вам, как я делаю ретушь портрета. Итак, начнем. Я выбрал вот такой портрет. Немного поигрался с настройками Lightroom. Давайте посмотрим, что было, из чего было отобрано и что стало. Вот вы видите, что было. Какая была картинка. И какая стала после настроек Lightroom и кадрирования. Далее я экспортирую этот файл в Photoshop. Копирую название папки, где лежит основной файл. Перехожу в закладку Export. И вставляю в параметры экспорта, где будет лежать уже экспортируемый файл из Lightroom. Выставляю настройки качества 100%. 300 dpi разрешения. И открываю Photoshop. Теперь давайте с вами создадим экшен для создания структуры слоев. Ретуши частотным разложением. Назовем ее портрет. Создадим 4 слоя. Копируем Ctrl-J. Второй слой мы назовем размытие. Размытие. Следующий слой. Это будут средние частоты. Давайте назовем его средние. И последний слой. Высокие. Отключаю два верхних слоя. Перехожу в слой размытия. По вкладку Filter. Blur. Гауссен Blur. И размываю примерно с таким радиусом. Чтобы у меня сгладились все неровности. Но у меня где-то это будет порядка 12. У меня здесь низкие частоты. И мне нужен светотеневой рисунок. Вот как-то так. Включаем слой средний. Переходим во вкладку Image. Apply Image. Забыл. Нужно перевести все в 16 бит. Image. Apply Image. Выбираем добавление. Scale 2. Offset 0. И выбираем слой размытия. ОК. Выбираем наложение. Линейный свет. Lanner Light. Теперь зажав кнопочку Alt и кликнув в слой Background. Мы можем увидеть, что в принципе ничего не изменилось. Мы создали этими двумя слоями тот же самый слой, что и Background. Переходим на слой с высокими частотами. Идем во вкладочку Filter. Ada. High Pass. Здесь выбираем Radius. Так, чтобы было еле заметен рисунок. У меня примерно это будет порядка... Наверное, возьмем 2 и 3. Да, где-то так. Не больше. ОК. Режим наложения такой же. Линейный свет. Мы должны размыть средние частоты, слой со средними частотами с таким же радиусом, как который был в High Pass. 2 и 3. Гауссен Плюр. Ставим 2 и 3. И размываем с этим же радиусом. Выбираю слой высокие. Добавляю кривые. Светлые тона я опускаю на 192. Темные тона поднимаю до 64. И привязываю этот слой к высоким частотам. К слою с высокими частотами. Делаю копию слоя высоких частот. Выставляю режим наложения уже нормальный. И также привязываю его к нижнему слою с высокими частотами. Перехожу на слой средний. Добавляю зажав кнопочку Alt новый слой. Ставлю галочку Clipping Mask. создание Clipping Mask. Назовем его рабочий слой. Добавляю слой с кривыми. И в светлых участках теперь уже вверху сдвигаю 192. и в темных 64. Также привязываю его к слою со средними частотами. Если сейчас отключить вот этот вспомогательный слой с кривыми и зажать кнопочку Alt можно посмотреть что все что мы насоздавали здесь это то же самое что и Background это одно и то же только вспомогательные слои которые с помощью которых мы сможем ретушировать. Это мы разложили на три составляющих три частоты. Выключаем запись экшена Можем попробовать взять удалить все что мы насоздавали и посмотреть как наш экшен работает. Выбираем портрет Проиграть Запустить Ну вот экшен сработал все нормально все работает. Отключаем все ненужные слои оставляем только Background и размытие и приступаем к ретуши. Выбираем лечащую кисть Все параметры ставлю 20 и мягкой кисточкой небольшим размером подходящим размером начинаю как бы перетаскивать теневой рисунок тот который мне нужен туда куда мне нужно. Темный на светлый светло на темный Я решил увеличить скорость воспроизведения чтобы вы долго не ждали как это все будет вся эта тягомотина крутится Ну собственно и так видно да весь этот урок и все это было взято у Евгения Карташова я как бы учился у него этому этой ретуши по его урокам ну где-то что-то добавлял свое менял позиции что-то вначале что-то потом не так как у него последовательность ну как есть меня устраивает такая ретушь я не берусь говорить что это абсолют кому как нравится кто-то может делает по-другому так что сколько людей столько мнений вообще в фотошопе давно известно что одна и ту же операцию можно выполнить практически разными путями тем множеством вот я перешел уже сглаживать плечо теневой рисунок плеча руки переходим на лицо так же постепенно не спеша сильно не меняя рисунок не спеша медленно но верно главное не торопиться и не делать лишних движений потихонечку потихонечку опять немножко увеличим скорость чтобы вам долго не ждать вот давайте опять зажмем кнопочку альт и посмотрим что у нас получилось какие изменения произошли видите да более сгладились участки далее я выключаю два нижних слоя включаю слои средних частот беру штамп прозрачность примерно 40 выбираю активный и ниже слои и начинаю ретушировать зажимая альтберя за основу рядом копируемую область и переношу ее штампиком аккуратненько на ту область которую мне нужно закрасить вот так вот медленно потихонечку ну опять ускоримся забавная ситуация на большой скорости гораздо видней какие происходят изменения как это все ретушируется при медленном воспроизведении это не так заметно вот так вот потихоньку двигаясь дальше да по настройкам лайтрума в принципе я могу сделать отдельный урок если кому-то будет интересно напишите спросите стоит ли его делать или не стоит размер штампика можно выбирать чуть-чуть больше чем заштампованная область чтобы она перекрывала немножко ну вот немножко помедленнее может кому-то будет интересно чтобы помедленнее было вот опять мы можем зажав кнопочку alt убрав вспомогательный слой посмотреть что было что стало желательно это делать почаще посмотреть отслеживать какие изменения происходят чтобы как бы не пропустить точку невозврата и вернуться сделать какие-то изменения если вы что-то накосячили вот от ретуши волос перехожу к ретуши лица также штампиком аккуратненько заштамповываю участки которые мне не нужны беря рядом близлежащую область опять ускоримся работая штампом нужно стараться не изменять светотеневой рисунок стараться оставлять его таким какой он был если вам конечно это не нужно если вы специально не хотите изменить ну вот все та же кнопочка alt зажимаем смотрим что было и что стало было стало не надо стараться брать большую кисть и сразу заштамповать все лучше всегда работать маленькой кистью хорошая ретушь зависит от размера кисти это как бы с опытом заштамповывать конечно нужно и те допустим ненужные волосы какие-то чтобы их потом убирать на последующей операции если здесь не заштамповать то последующей операции этого будет сделать невозможно придется вернуться так же штампиком можно делать легкую корректировку бровей ресниц также штампиком можно поправить немножко фон если где-то какие-то косички вы видите все это делается лишние волосики обязательно все это вот как-то так перейду на плечо обязательно учитывать светотеневой рисунок обязательно нужно брать близлежащие области и вставлять туда где похожее чтобы светотеневой рисунок не менять я опять придам ускорение этому видео если кто-то скажет что это достаточно сложно здесь чтобы увидеть какие-то косяки которые нужно удалить что-то вытереть ну ребят учитесь смотреть учитесь видеть градация цвета и градация яркости это видеть необходимо иначе никак так немножко замедлимся опять посмотрим что было и что стало было стало было стало вполне приемлемо для удаления пушистости вот это вот лишние какие-то волоски я штамп прозрачность сразу ставлю на сто процентов чтобы четко видеть что я их удаляю не нажимать лишний раз в одно и то же место в одно и то же место и кончики волос везде и по самой прическе тоже штампик точно так же можно поправить аккуратненько все лишнее убрать так же поправить фон довольно часто фотографы ретушируя портрет совершенно забывая про руки я про руки всегда помню так же немножко можно поправить где-то почистить кутикулы потому что не всегда бывает это качественно про руки тоже забывать нельзя да собственно не только руки но и точно так же и одежду чистим обязательно все собственно если уж мы ретушируем полностью картинку то полностью картинку и делаем ну вот как то так давайте посмотрим еще что получилось перед окончательной операцией было стало теперь я перехожу на высокие отключая вспомогательный слой встаю на дополнительный слой где режим наложения нормальный включая работу со слоем только активный беру кисть беру кисть штампа уже с прозрачности сто процентов и начинаю убирать ненужные области заштамповывать то что мы в принципе заштамповывали до этого на на слое средних частот здесь уже убирается окончательно это уже окончательная ретушь нужно всегда стараться брать из разных мест близлежащих но из разных чтобы у вас не было повторений штампа штамп это дело такое он любое повторение становится сразу заметно вот как я уже говорил все те волоски которые я заштамповывал раньше сейчас убираются уже легко если бы они на средних частотах не были убраны здесь бы они оставались видны размытым слоем это не есть good вот так братненько давайте я покажу вот волосок допустим которые я не заштамповывал вот он виден остается размытым слоем его видно но это потом можно убрать вернувшись на предыдущую операцию на слой со средними частотами и тогда он здесь пропадет а вот здесь волоски скрываются прям идеально практически то есть а а а и а а вот так можно вычистить все убрать все лишние пушистики вот так вот так и Продолжение следует... То же самое на плече, все что осталось лишнее на высоких частотах мы убираем штампом. Структура кожи остается практически та же самая. Ну вот, если здесь достаточно плохо видно будет, то можно, в принципе, себе облегчить жизнь, встав на слой высокими. Добавить уровни и задрать яркость. Тогда будет виднее то, что вы делаете. Продолжение следует... Придадим ускорение немножко, чтобы это все было побыстрее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я выключаю вспомогательный слой уровней. Включаю дополнительный слой кривые. Ставлю там прозрачность примерно... Ну, процентов 80, кому как нравится. Я обычно процентов 80 ставлю. Уровни удалим. Объединим слои. Command-Shift-E. Удалю вспомогательный слой кривых со средних частот. Я решил сейчас немножко пройтись по фону. Добавлю уровни опять. Задеру их. И штампиком... И штампиком... Мягкой кистью... Удалю окончательно те волоски, которые я удалял. В принципе, их не так заметно, но... Здесь лучше заштамповать. Вот так аккуратненько заштамповать. Штампом с мягкими краями. Штампом с мягкими краями. Штампом с мягкими краями. так оно почище будет теперь вспомогательный слой уровня можно удалить вот немножко нужно сейчас привести к общим цветам ну как бы убрать красноту на пальцах включу Hue Saturation инструментом рука выберу красную область а пипеткой минус выберу нужную мне область ползунок Hue сдвину в плюс до 100 и правым ползунком на цветах уберу в середину практически так чтобы у меня остались только красные области которые будут видны синим и теперь ползунок Hue возвращаю до того места когда меня будет устраивать по цветам инвертирую маску это command и беру кисть белую и уже белой кистью рисую там где были красные области как бы закрашиваю красные области сделанным уже инструментом вот они принимают примерно удобно варимый вид телесного цвета такого ну вот и все сливаем слои далее делаю небольшое повышение резкости я копирую слой перехожу в фильтры а за хайпас и хайпас ставлю примерно 0,8 радиус и режим наложения оверлей мне как то так нравится небольшая резкость появилась можно чуть чуть уменьшить опять объединяю слои ну вот собственно и все идем в файл сохранить как save as сохранить называем файл так как нам нравится и сохраняем для веба я делаю резайз иду имидж имидж сайз выставляю в 72 dpi иду в закладке фильтр sharp unsharp mask делаю 60 и 0,3 где-то примерно параметры потом добавляю логотип иду в place embedded выбираю файл уже заготовленный со своим лого png-шник вставляю его размещаю там где нужно мне логотип объединяю слои логотипчик можно чуть чуть потусклее сделать объединяю слои иду в закладку файл экспорт save as web сохранить для веба с качеством порядка 70 процентов качество сохраняю файл большое спасибо всем кто досмотрел доска до конца надеюсь что-то пригодится вам может быть что-то почерпнете полезное ну и как обычно ставьте лайки подписывайтесь ну и что там еще обычно говорят всего доброго до свидания